пожалуй это уже назрел и настолько что прям нужно всковырнуть этот больнючий это рубрика юрист на час сегодня разбираем наиболее частый вопрос который мне задают в интернете аресты обременение залоги разберемся задают вопрос мне вот в каком виде вот мы покупаем объект он обременен ипотекой либо просто каким-то залогом а вот кто снимает обременение когда кто обязан это делать ну и так далее еще очень часто вдогонку мне шлют вопросы такого рода во время торгов после торгов кто этим занимается как это дело все оплачивают давайте разберем этот вопрос этот момент значит смотрите у нас вообще есть несколько типов каких-либо запретов юридически значимых действий с любым объектом да то есть любые какие-то юридические последствия да их еще хвостами называю это аресты и обременение аресты накладываются судебными органами судебными приставами так вот значит аресты это мера нужна для того чтобы должник пока идет процедура банкротства ничего с этим имуществом сделать не смог многие из нас понимают что банкротства инициируется с двух сторон как самим банкротом должником может быть инициирована также может быть инициирована со стороны кредиторов с абсолютно любой стороны да то есть это может быть и залоговый кредитор может быть просто кредитор может быть там представитель государства в частности там налоговой службы например и так далее вот должники банкрота ведут себя естественно по-разному кто-то признает факт того что что банкротство случилось, ну, вроде как, все придется платить по счетам. Кто-то начинает отчаянно сопротивляться, не очень-то желая расставаться с этим имуществом и вполне по понятным причинам. Я тут годами нарабатывал имущество, своим горбом все это заслужил, а сейчас вы хотите у меня все это забрать. Ну, реакция бывает разная. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же поиграл. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки. Ареста – это мера, которая накладывается, чтобы должник, пока идет процедура банкротства, не смог объект кому-то перепродать, там, вывести его как актив, да. Обычно этот запрет регистрационных действий накладывается для регистрационной палаты, чтобы регистрационная палата не переоформила право, чтобы у него некий стоп-лист там был, да. Если это какой-то объект недвижимости, там, например, земельный участок, там, квартира, коммерческая недвижимость, вот, в общем, все из этой области, то в этом случае вот такого рода меры принимаются. В принципе, если вот так округлить, то такая же практика и с транспортными средствами происходит, но только не в регистрационной палате, а в регистрирующем органе. Но здесь есть одна интересная, скажем так, отличительная черта. В торгах по банкротству в Федеральном законе о несостоятельности банкротства, а именно в статье 126 указано, снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о том, что должник признан банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается. То есть, прям есть четко, вполне себе такое неразмазанное определение в законе о том, как вообще и в каком порядке, и после чего вообще можно снимать такого рода обременение. Поэтому, когда мы с вами видим какие-либо аресты, обременения, они, в принципе, снимаются либо во время торгов, либо во время проведения торгов, либо до объявления торгов, либо уже после проведения непосредственно самих торгов. То есть, по факту на любом этапе финансовый, конкурсный, арбитражный управляющий может заниматься тем, чтобы снимать такого рода аресты. Арбитражный управляющий обращается обычно в ту непосредственную организацию, которая накладывала этот арест и уже подает туда соответствующее заявление, где пишет, что в отношении конкретного должника либо конкретной организации введена процедура банкротства и, пожалуйста, вы будьте добры, вроде как, снимите свой арест. Закон о банкротстве наряду со всеми торгами вообще в России, которые проводятся, будь то муниципальные торги, торги по реализации государственного имущества, реализация арестованного имущества. Это и отличает. В законе о банкротстве четко прописано, в каком порядке и после чего аресты и обременения вообще могут быть сняты. Наряду с другими законами, где все написано витиевато, непонятно, и нужно позицию вот эту собирать из кучи всяких других документов, в законе о банкротстве есть четкое указание. Это и отличает. По сути, это есть такой, знаете, очень удобный момент для того, чтобы, в общем-то, чувствовать себя в некой безопасности, да, перед тем, как ты решаешь заходить в торги. Существует также следующий порядок, что делать с обременениями. Обременение, как вариант, давайте ипотеку рассмотрим. У нас, кстати, недавно был пример вот к вопросу о том, насколько силен, да, закон о банкротстве. Мы сняли двойной залог с одной квартиры. Вот так бывает, что даже двойной залог накладывается на квартиру. Это ипотека, и от военного ведомства на квартиру должника было наложено тоже определенное залоговое обязательство. Ипотека, если брать ипотеку как отдельный элемент, это залог на недвижимость по какому-то кредиту, да, или по каким-то вот сторонним обязательствам. Есть всевозможные типы обременений, так как кредит для физического лица и организации могли выдавать не только финансовые учреждения, там, банки, к примеру, а какие-то сторонние организации. Займ между юрлицами, да, может быть займ от какой-то микрофинансовой организации, от какого-то частного лица, да, и все это может быть сопряжено ипотекой. В таких отношениях, где фигурирует займ и лицо, которое является залогодержателем, то есть я беру займ, да, у какого-то там, у какой-то организации, да, или у какого-то лица, и в качестве залога, да, для безопасности вот такого займа я отдаю свое жилье. То есть по документам оно является залогом, но я по факту им могу пользоваться, жить в этой квартире, или там пользоваться коммерческой недвижимостью, или пользоваться земельными участками и так далее. То есть по факту имущество остается у меня, но является залогом по моему какому-то займу, по каким-то моим там долговым обязательствам. Там, где присутствует лицо, которое называется залогодержатель, там всегда есть определенный порядок снятия залога после торгов. Давайте вот этот момент с вами подробно разберем и оговорим. Смотрите, какая особенность. Почему вообще в принципе важно понимать, в процедуре банкротства залоговые кредиторы стремятся и стараются попасть в реестр кредиторов. Потому что, согласно статьям 213.26 и статье 138 федерального закона 127, если залоговый кредитор заявился в реестр кредиторов, то он от продажи этого имущества получает наиболее жирный кусок. Давайте уж будем говорить открытыми категориями. Все остальные кредиторы наряду с залоговым кредитором получают гораздо меньшие суммы, гораздо меньшие деньги в соответствии с требованиями законного банкротства. И поэтому залоговый кредитор, вот сейчас так сделали уже, в законе прописали так нормы, что залоговый кредитор, его как бы, ну скажем, стимулирует на законодательном уровне вступать, входить в реестр кредиторов, заявляться туда. Раньше было очень часто так, что залоговые кредиторы не заявлялись в реестр кредиторов, а потом создавали дополнительные сложности новым владельцам того или иного имущества. Они там усложняли процедуру снятия залога, оспаривали что-то, ходили и так далее. Сейчас вообще законодатель идет дальше, и вот мы недавно видели законопроект, в котором прописывается, что если залоговый кредитор не заявился в реестр кредиторов, то он теряет свое право на залог. То есть вот сейчас, чтобы уже вообще, скажем так, убить вот эту вот возможность где-то там усложнить процедуру и воздействовать на процедуру банкротства как залогодержателю, их вообще хотят лишить этого права, если они просто в реестр кредиторов не заявились. Интересно. Каков здесь порядок? Мы видим объект, ознакомились с ним, проверили все документы, нам кажется, это объект ликвидным, мы принимаем решение участвовать в таких торгах. Значит, оплатили задаток, подали заявку, победили, объект наш мы выиграли, все. Здесь очень важный момент, чтобы вы понимали, что никаких юридически значимых действий не будет происходить, пока вы данный объект полностью не оплатили. Необходимо как можно оперативнее оплачивать вот этот залоговый объект, чтобы арбитражный конкурсный управляющий максимально оперативно денежные средства, полученные от вас, направил залоговым кредиторам. И вот чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее процедура снятия залога может вообще начаться и сдвинуться с мертвой точки. Если в конкурсном производстве продали какой-либо объект недвижимости, обремененный залогом, ну не только объект недвижимости, это и движимое имущество тоже может быть, если конкурсный управляющий вовремя и четко рассчитался по этому объекту с залоговым кредитором, то даже если залоговый кредитор хочет он, не хочет этого, то залог все равно прекратить мы сможем. Причем залог нам может помочь снять как сам залоговый кредитор, так же и в судебном порядке. В судебном порядке все реже это приходится делать, но иногда тоже нужно. Как происходит порядок снятия залога? Арбитражный управляющий рассчитался с залоговым кредитором и одновременно с залоговым кредитором он вправе подать документы в многофункциональный центр для того, чтобы прекратить данный залог. То есть инициировать заявление от залогового кредитора о получении денежных средств с продажи имущества и снятие таких обременей. Одновременно с этим, для того, чтобы ускорить процедуру, можно подать документы на регистрацию права и с вашей стороны и договориться в МФЦ, чтобы этим занимался один и тот же специалист, чтобы не объединять усилия разных людей, а просто сдать документы одному регистратору. Что в данном случае происходит? Он одновременно, этот специалист, залог прекращает, на основании поступившего заявления от залогового кредитора и ваше право собственности оформляет уже на вас, на данный объект. Чтобы не затягивать эти сроки, необходимо действовать так. Я прекрасно знаю, что некоторые арбитражные управляющие, конкурсные управляющие затягивают процедуру, ну просто уже их мотивация как бы закончилась и вроде как особо это и не нужно. Есть, безусловно, порядочные арбитражные управляющие, которые не создают нам искусственных препятствий. Как мотивировать арбитражного управляющего сделать те или иные действия? Можно через жалобы в СРО, в Росреестр о том, что он нарушает порядок передачи имуществ, не способствует ускоренному переходу права, прекращению залога и так далее. Но можно сделать ход конем. Предложите свои услуги по созданию и по написанию документов, которые понесут потом по итогу в МФЦ. И вот если вы предлагаете арбитражному управляющему сделать за него, ну грубо говоря, его работу, процедура более оперативно будет длиться. Говорю вам это из опыта. Потому что арбитражные управляющие очень часто занятые люди, у них большое количество процедур висит, и именно иной раз просто не до этого. Просто заматываются, просто устают. Это живые абсолютно люди, и нам с них требовать роботизированное исполнение задачи не приходится. И вот здесь очень важный момент, чтобы вы этот аспект и эту тонкость понимали. Переход права собственности на вас возможен только после полной оплаты и прекращения соответствующего залога. В идеале, чтобы это было не в судебном порядке, а если это будет происходить и в судебном порядке, то вы, уважаемые наши выпускники, уже будете знать точно, как вам действовать. Продолжая тему снятия двойного залога, у нас с вами было условие набрать под мой пост 150 комментариев. Комментарии мы, слава богу, набрали, их уже более чем 150. И буквально в ближайшие дни я дам вам пояснение по этим документам, объясню, что нужно куда подавать, как писать, приведу вам в частном примере, приведу для частного примера вот нашу ситуацию, которую мы рассматривали. То есть будет полноценный упакованный кейс, вы будете знать, что делать в той или иной ситуации. Теперь, уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы по залогам, по обременениям, по вообще направлениям разным, в аукционах, по банкротству, пишите в комментариях свои вопросы. Из тех вопросов, которые будут наиболее интересны, мы будем выбирать темы для будущих наших выпусков, их будем тут освещать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, бейте в колокол и не пропустите самое важное. Это рубрика «Юрис на час». Я Павел Куксянко. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова